Всем привет! Я Павел Кучма, я фотограф, и я хочу дать несколько советов по позированию. Каждый из вас хочет поучаствовать наверняка в фотосессии профессионального фотографа. И тут есть свои тонкости, над которыми стоит поработать вот перед ней, чтобы фотографии вышли лучше. Например, можно, стоя перед зеркалом, определить, под каким ракурсом ваше лицо смотрится более выгодно. Помнить о том моменте, что та часть, которая повернута ближе к объективу, она будет визуально казаться больше. Поэтому, если взять, например, поворот головы, то лучше поворачивать височной частью ближе к камере. Потому что, если повернуться другой стороной, то шея будет визуально выглядеть длиннее, и это не всегда выглядит красиво. Один из советов, когда вы фотографируетесь, нужно следить за тем, чтобы на фотографии руки не были обрезаны. Что это выглядит некрасиво. Что, если взять позы, где рука за головой находится, то будет выглядеть, как будто кисти рук отрезаны на фотографии. Поэтому лучше использовать немного другое положение и взяться уже не с затылочной части, а ближе по контуру головы, чтобы ладони было видно. Если, допустим, большие бедра, то стоит немножко отвернуть корпус от камеры, тогда оно будет казаться меньше. А если маленькие, то наоборот повернутся больше, тогда оно визуально будет казаться. С плечами аналогично. Если сильно широкие плечи, то можно стать полубоком, и визуально оно будет казаться поменьше. При работе на камеру нужно стараться работать двухмерной плоскостью. Потому что, если делать, например, вот такие позы, где локти вперед или колени вперед, они будут визуально казаться гораздо больше. Это не очень красиво смотрится. И главное на фотографии – это эмоции. Что, например, можно взять некоторые снимки, которые выглядят невзрачно, где, ну, может быть, у модели не очень хорошая внешность, но оно цепляет взглядом и эмоциями. Ну, этому нужно учиться. Можете, например, тренироваться также перед зеркалом дома, а потом вторым этапом уже просить кого-нибудь из друзей или родственников, чтобы они угадали, какая эмоция у вас на лице. Надеюсь, мои советы вам помогут получиться хорошо на фотографиях.